Музыка Удостоверение с печатью и уверенный тон. Пермские полицейские задержали мошенницу, которая выдавала себя за сотрудницу Роспотребнадзора и обманывала работников мелких торговых точек. За небольшую сумму Пермячка предлагала решить проблемы попавших на удочку бизнесменов. Подробнее в репортаже Елены Яговцевой. Откройте Роспотребнадзор. С такой фразой псевдоинспектор вырывалась в торговые точки, показывала липовые документы и организовывала лжепроверку. Найдя нарушение, предлагала решить вопрос миром за соответствующее вознаграждение. Некоторые продавцы попадались на ее удочку. Она просто эффект неожиданности. Она забегает и быстро-быстро-быстро горит. К примеру, в одном из магазинов по улице Куйбышева подозреваемая пообещала продавцу оформить новую медицинскую книжку за 3000 рублей. Забрала деньги и скрылась. Впрочем, злоумышленница использовала и другие схемы обмана. Предлагала работникам прилавка купить мясо по сходной цене, которого, как выяснилось, попросту не существовало в природе. Злоумышленница предлагала приобрести у нее партию мяса по заниженной стоимости. Женщина вводила продавцов в заблуждение, брала предоплату и скрывалась. Разумеется, в дальнейшем деньги не возвращала и свои обязательства не исполняла. Подозреваемую удалось задержать. Установлено, что на криминальном счету этой дамы 13 судимостей за мошенничество. Последний раз она освободилась из мест лишения свободы около года назад. Но урок опять не пошел впрок. Аферистка принялась за старое. Причем часто меняла одежду и перекрашивала волосы, чтобы потерпевшие не смогли ее опознать. У вас один эпизод или... Четыре. Четыре эпизода, да? Да. А в чем заключалось? Ну, мошенничество. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Пока оперативникам известно о четырех фактах хищения путем обмана. Сыщики уверены, что на самом деле преступных эпизодов гораздо больше. Граждан, ставших жертвами этой особы, они просят позвонить по телефону, который указан на экране. Елена Иговцева, Валерий Шикунов, Телевизионная служба новостей. В отношении Министерства социального развития Пермского края возбуждено уголовное дело по признакам халатности. Следователей заинтересовала реализация программы по обеспечению жильем молодых семей. Как сообщает коммерсант Прикаме, из-за действий сотрудников Минсоцразвития региона, из очереди на получение выплат могут исключить порядка четырех тысяч человек. Уголовное дело по статье «Халатность» было возбуждено в середине июля по факту бездействия чиновников при реализации федеральной подпрограммы по обеспечению жильем молодых семей. Подпрограмма обеспечения жильем молодых семей была утверждена постановлением правительства 17 декабря 2010 года и является частью федеральной целевой программы «Жилище». В Министерстве социального развития с доводами следствия, не согласны в ведомстве, отметили, что программы реализуются из бюджетов разных уровней. Сейчас есть вопросы к порядку финансирования региона из федерального бюджета. Напомним, в рамках программы семьи имели право и возможность получить выплаты на покупку социального жилья в размере 30-35% от стоимости. Но при условии, что супругам на момент подписания необходимых документов не исполнится 35 лет. Сейчас в очереди на жилье по этой программе состоит 11 800 человек. Не хотят жить на помойке. В редакцию ТСН обратились жители поселка Новые Леды с просьбой разобраться в проблеме. В апреле этого года под окнами жилых домов рядом с детской площадкой коммунальщики установили мусорный контейнер. Площадка для отходов создает неудобства местным жителям. Они пытаются договориться с властями о переносе бака в другое место. Однако пока местные власти не реагируют. Дмитрий Гаврилов разбирался в ситуации. Поговорили с нашей замечательной такой Симоновой, у нас начальник благоустройства. Совершенно возмутительный был диалог, абсолютно возмутительный. Симонович мне сказал, я говорю, дословно, ничего страшного, поживете у помойки, смиритесь, точка. Фразы подобного характера жители Новых Ледов выслушивают от местных властей довольно часто. Начиная с тех пор, когда в поселке появились первые мусорные контейнеры. Один из баков расположили под окнами жилых домов, рядом с детской площадкой. Это не понравилось местным жителям. Потому что она единственная. Детки приходят с других домов играть. Абсолютно со всех. Это вот мамочки неравнодушные тоже пришли. Потому что, как они сказали, мы не хотим, чтобы наши дети играли на помойке. Я выхожу из крыльца, и мне какашки с бумажками летят в лицо. Я, наверное, мечтала об этом всю жизнь. Нечистоты, которые складываются в этот контейнер с дождями, идут к нам в грунтовые воды, в колодцы и в скважины, где мы эту воду пьем. Недовольству местных нет предела. С соседних улиц и огромного дачного массива сюда ежедневно свозятся килограммы мусора. В бак сбрасываются строительные и бытовые отходы, спиленные ветки. Нередко вблизи контейнера горожане находят сломанные градусники, использованные батарейки и даже химикаты. Помимо этого, свалка притягивает бродячих собак. По приезду нашей съемочной группы всего этого мы не увидели. Активисты объяснили это тем, что буквально перед нашим приездом площадку начисто убрали. Жильцы микрорайона обращались и к главе администрации новых ледов, и к начальнику благоустройства поселка. Просьба была одна – перенести мусорный контейнер подальше от детской площадки. Инициативная группа предлагала альтернативные варианты расположения бака, но к их мнению не прислушались. При том разговоре, который у нас был с главой администрации в воскресенье, тет-а-тет, грубо говоря, она сказала, что вы ко мне вообще пристали? У меня план. Я говорю, так давайте сделаем приказ, в другом месте освоим, на железнодорожной 8, где нет такого частного сектора или еще что-то. Нет, у меня приказ колхозный один. Вот там я и буду делать. И я вас больше не буду слушать, и ничего другого больше рассматривать не буду. В свою очередь, за разъяснениями, мы обратились в городскую администрацию. Как и местные жители, ответа пока не получили. Ждем. Дмитрий Гаврилов, Валерий Шукунов, Телевизионная служба новостей. Троллейбуса нет, а полоса осталась. После закрытия троллейбусного сообщения на улице Екатериненской сохранилась выделенная полоса для движения электротранспорта. К нам в редакцию пришлось письмо с вопросом о ее дальнейшей судьбе. Ответим в следующем сюжете. Улица Екатериненская на отрезке от Островского до Парковой. До 13 июня по выделенной полосе в сторону цирка здесь курсировал троллейбус номер 10, а чуть ранее номер 2. Сегодня электротранспорт на этом участке не ездит. При этом для автомобилей действует только односторонний режим движения. Пока действует старая схема, то есть с сохранением одной полосы, как полосы для маршрутных транспортных средств. Но все понимают, что сейчас уже в этой полосе смысла нет, поскольку троллейбус закрыт, для автобусов гораздо логичнее двигаться по улице Достоевского. По информации дирекции дорожного движения, в ближайшее время будет принято решение о ликвидации невостребованной полосы для маршрутных транспортных средств. Проект изменений уже подготовлен и проходит процедуру согласования. Как только он будет согласован и утвержден, мы произведем изменения дорожных знаков и дорожной разметки. Суть в том, что въезжая на улицу Екатерининскую с улицы Парковой, перед ними будет три полосы движения в одном направлении. Вся улица Екатерининская становится односторонним в одном направлении с тремя полосами движения. Изменение схемы движения, вероятно, произойдет в этом году. Но точная дата пока неизвестна. Пермяков проинформирует дополнительно. Олег Романов, Татьяна Овсянникова, Михаил Иситров, Телевизионная служба новостей. Помощь в решении насущных проблем. С начала года в Перми функционирует служба социальных участковых. Специалисты помогают нуждающимся категориям граждан в решении самых разных вопросов. От установки счетчика до ускорения процесса получения медицинской помощи. На одном из выездов социального участкового побывала наша съемочная группа. Оксана Кунгина – одна из 265 социальных участковых, которые с 1 января 2019 года работают в Пермском крае. В поле ее ответственности несколько микрорайонов города. Южный Голый Мыс, Новобродовский, Соболи. И сегодня у нее важный вызов. Алло, Оксана Александровна, здравствуйте. Это Людмила Николаевна вам звонит. Вы не могли бы прийти ко мне? Людмила Сайфиева – инвалид первой группы. Звонок социальному участковому сегодня ей пришлось сделать в связи с отъездом сына и неотложными делами, с которыми самостоятельно она не может справиться. Женщине необходимо оформить документы в пенсионном фонде. Я ногами это делать не смогу. Это как раз для нее обращение, что надо сходить туда, надо сделать эту бумагу или сделать заказ какой-то. Впервые социальный участковый посетил дом Людмилы Сайфиевой весной в рамках планового выезда. На сегодняшний день при помощи службы женщине удалось решить вопрос переустановки электросчетчика и проведения операции на глаза. Социальный участковый – он многофункциональный, то есть он в принципе должен знать все. На своем участке, я проработав вот эти полгода, смело могу сказать, что вопросы встречались самые разные в части медицинской, юридической помощи, педагогической, психологической, социальной. При работе с нуждающимися гражданами социальные участковые выступают в роли посредника, взаимодействуют с разными городскими службами для решения тех или иных проблем. Мы ни в коем случае не дублируем функции участковых терапевтов и сотрудников правоохранительных органов. Просто есть люди, которым попали в трудную жизненную ситуацию, и им необходима наша помощь. Помощь в решении насущных проблем социальные участковые оказывают нескольким категориям граждан. В первую очередь, это пенсионеры старше 80 лет. Их, к слову, только в Свердловском районе Перми более 86 тысяч. Помогают и более молодым. Это семьи с детьми инвалидами, многодетные семьи, малоимущие семьи, ну и, конечно, любая семья, которая нуждается в помощи. Принцип нашей работы таков, что если раньше люди приходили к нам, то сейчас мы выходим к людям непосредственно в адреса для того, чтобы выявить трудную жизненную ситуацию и оказать содействие в решении проблем граждан. Обратиться в службу можно по телефону скорой социальной помощи, как с мобильного, так и со стационарного аппарата. По номерам, которые сейчас на экране. Также сообщения для социальных участковых принимаются на сайте регионального министерства социального развития и в районных управлениях социальной защиты. Помощь оказывается бесплатна. Татьяна Овсянникова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей. Постригли, помыли, дали чистую одежду. Бездомный мужчина, которого в здании Росреестра пинала ногами чиновница, обрел крышу над головой. Как сообщает портал 59.ру, сейчас мужчина живет в центре социальной адаптации. Ему провели все необходимые гигиенические процедуры, выдали чистую одежду. Сейчас бездомному восстанавливают паспорт. Напомню, инцидент на перекрестке Комсомольского проспекта и улице Петропавловской произошел в конце июля. О нем стало известно после публикации видео, на котором чиновница Росреестра пинает мужчину и требует, чтобы он ушел с крыльца. Чуть позже стало известно, что сотрудницу госучреждения уволили в связи с нарушением принципов служебного поведения. Будут растить гроссмейстеров с нового учебного года в российских школах планируют ввести новый учебный предмет – шахматы. Полный объем учебного курса в первых классах составит 33 часа. Программы, учебники и методички уже готовы. В регионах страны готовят специальных педагогов. Подробности нововведения выясняла наша съемочная группа. Детский мат. Родители российских школьников несколько огорошены. С 1 сентября этого года ученики начнут осваивать новую науку – шахматную. Чиновники это образование обещают. Это не создаст дополнительные нагрузки на учеников. Новое занятие ведут вместо третьего урока физкультуры. К появлению нового школьного предмета у пермяков отношение двоякое. Я считаю это очень хорошо для детей, потому что развивают умственные способности и помогут дальше математике. Шахматы хорошо, оно развивает, в общем-то, да, логику заставляет думать. Оно полезно, но как школьный предмет, может быть, да, может быть, дети и так загружены сильно другими предметами обязательными. Потому что что это будет за предмет, если, допустим, я, ну, не люблю шахматы. Представляете? Это так же, как Слово Божье там водить. Это для каждого человека, по-моему, индивидуально. Эксперты считают, что занятия шахматами всесторонне развивают ребенка. Освоив эту игру, дети начинают лучше учиться, легче усваивать, а затем воспроизводить в памяти ранее пройденный материал. Быстро анализировать обстановку и принимать грамотные решения. Лично мне вот шахматы очень сильно помогали, допустим, в математике, в геометрии, в частности. И, соответственно, какая-то дисциплина. Вот дисциплина для ребенка тоже, это немаловажная, я считаю, так скажем, вещь. В общем, гроссмейстером ребенок может и не быть, а с правилами игры познакомиться теперь обязан. Главное, не переборщить с принудиловкой, отмечают тренеры. Чтобы им доставляло интерес, удовольствие, как футбол, как другие виды спорта, от самой игры удовольствие. Зависит все от преподавателя. Как в любом предмете, общеобразовательном, если преподаватель появил любовь к своему предмету, то ученик будет заниматься с удовольствием. Уже более 40 образовательных учреждений города Перми сегодня активно развивают это направление – шахматы в школе. Вряд ли шахматы в школе станут основной учебной дисциплиной, но то, что сегодня в рамках как раз внеурочной деятельности, это широко используется. Это действительно так. Это те занятия, которые проходят после основных уроков. Из разряда запасных в основные. Урок шахмат теперь у детей будет каждую неделю. В Минпросвещении считают, что древняя игра позволит школьникам отвлечься от современных игр – компьютерных. Экспериментальные шахматные курсы в нескольких регионах страны уже провели. Результаты признали положительными. Елена Иговцева, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. Пермские оперные готовятся к новому сезону. Сейчас в театре идут реставрационные работы, на которые выделено около 4 миллионов рублей. В зрительном зале вы создают роспись на потолке, а также гипсовую лепнину. На рабочий процесс взглянула наша съемочная группа. Королева Пермского оперного театра – старинная хрустальная люстра. Сейчас временно хранится на полу в партере. Зрительный зал заполонили строительные леса. Тут идет реставрация потолочной росписи. Она является объектом культурного наследия и была создана 60 лет назад, во время масштабной реконструкции театра. К потолку зрительного зала тогда прикрепили загрунтованный холст, на который темперными красками были нанесены изображения мус. Известно, что всех древнегреческих богинь художник писал с одной и той же модели. Художник Матвеев – исторический факт, что моделью для всех мус, которые там изображены, являлась его родственница. То есть все мусы срисованы, так сказать, с одной девушки-женщины. Кроме художника Матвеева непосредственно в росписи потолка принимали участие также студенты Строгановского училища. То есть это была прям такая большая основная работа, очень важная. С тех пор эту роспись не реставрировали. В театре рассказывают, за прошедшие десятилетия случалось всякое. Кровля здания страдала от ураганов и ливней. Гидроизоляция местами была нарушена, и вода повредила холст и красочный слой. Кое-где образовалась плесень. Сейчас все это нужно очистить. Пермский художник Юлия Пурмалис занимается восстановлением поврежденных участков потолочной росписи. Работа ювелирная. Мастеру нужно снять налет и нанести подходящую краску. Мы стараемся аккуратно, то есть если есть возможность где-то подклеить, то просто подклеиваем холст, восстанавливаем грунт и уже подбираем. Я сегодня как раз этим занимаюсь, подбираю колера, чтобы попасть в цвет. Реставрируют здесь не только живописную часть потолка, но и гипсовое оформление, ведь лепнина местами откололась. Главный элемент декора – гипсовая розетка, которая обрамляет люстру. Она совсем потеряла презентабельный вид, поэтому ее пришлось убрать. По гипсовой розетке она на данный момент демонтирована, изготовлена новая. Старая гипсовая розетка у нас обеспылится, обезжирится и уйдет в архив, в наш музей, в наш архив. Она будет, я думаю, выставляться как история уже в театре. Вот оно место, куда крепится люстра. Совсем скоро здесь будет установлена новая гипсовая розетка. А вообще все реставрационные работы... Продолжение следует...